Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 9 мая день Глафиры назван честь святой праведной Глафиры. Девица Глафиры была целомудренной и праведной христианкой, находилась в услужении у супруги императора Ликиния. Узнав о нечистых намеренных развратного императора, она бежала в другую местность, где проживала под защитой и охранением епископа Василия. Вытребованная Ликием для наказания, она отправилась к нему вместе с епископом Василием, но по дороге скончалась и отошла в обители небесные. Этот день в старину был известен тем, что сажали горох, причем не просто сажали, а еще и заговаривали на богатый урожай. Также считали, что это лучший день и для посадки картофеля. Этот день, как и многие другие, носил самые разные названия. Глафира Горошница, Горошница, Степанов День, Степан Равнопашец. Поэтому, почему назван этот день в честь Глафиры и Гороха, мы уже знаем. В этот же день поминались и святого отца Стефана, и епископа Пермского. В народе имя Стефан преобразовалось в Степана. В то далекое время Пермская земля не была просвещена еще святым крещением и придавалась всецело идолопоклонству. Стефан изучил пермский язык, греческий, и привел народ, живших на этих землях, к праведной вере. Что касается слова равнопашец, то для центральных и северных областей России спахивание земли в это время считалось ранним. Это и послужило к такому названию. Кстати, для того, чтобы Горох уродился обильно, его сели только при южном ветре. Если посеять при северном ветре, то он жидок да редок будет. Если при западном, уродится мелким. При восточном, ворохи червью заведутся, и он погниет. Приметы. Если сегодня день ясный, утром много росы, к богатому урожаю огурцов. Утренний мороз в этот день обещает заморозки через неделю. Если эта примета сбывается, то это к теплой осени. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!